Доброе утро, родные мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. И отвечаю на вопрос одного из посетителей нашего приюта, что мне делать, чтобы мне стало хорошо. Я хожу, причащаюсь достаточно часто, я молюсь, читаю много акафистов, а у меня всё время на душе тяжело, ничего не происходит. И на самом деле многие люди такое имеют ощущение, и многие ходят, 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 причащаются, причащаются, читают, читают. А кроме иногда даже озлобленности на то, что ничего не происходит, и другие вокруг, от того, что ты читаешь эти молитвы, не меняются, и жизнь у тебя не меняется, начинают отчаиваться. Начинают отчаиваться. И это отчаяние достаточно глубокое, а иногда и переходит вообще в антирелигиозность. И она начинается с того, что давайте я начну осуждать священников, они неправильно сделали, они не так меня исповедали, причащали и всё остальное. А потом переходит на осуждение окружающих. А они-то не стали действовать, как я хотела. Муж в церковь не пошёл, дети в церковь вообще не ходят. И вот эта озлобленность переходит в определённой степени неверия, где человек и оставляет и молитвы, и причастия, а то и переходит в другую церковь. И такое случается. Так смотрите, в чём здесь определённая проблема? Действительно она в том, что иногда указывают не самые главные средства, что объединяет нас и что делает нас в Христе счастливыми. Я бы так сказал. Потому что счастье, радость, радость и веселье, оно как доступный нам идеал ставится Господом, но когда они приходят, это называется счастье. И поэтому человек никак не доходит до этого состояния. И в чём причина? Я бы мог сказать просто. Вы неправильно причащаетесь. Потому что есть определённое обращение к священникам, к причастникам. И там, в общем-то, Иоанн Златоуст и почитайте святых отцов, они все объясняют, как правильно подходить к причастию, как к нему приготовиться и с чем можно к нему прийти, чтобы получить действительно вместе с причастием тела и крови Христова, и Духа Святого внутрь, как радость получить. И вы получали обязательно, когда первый, второй или какой-нибудь раз приходили. Господь не оставляет никого из тех, кто приходит к причастию, хотя бы раз без этого счастья, даже если оно и не оправданно в какой-то момент было. Поэтому вы знаете, что такое счастье. Но вот этот неправильный подход к причастию, он главная причина того, что вы не имеете дальше этого счастья. Я вам скажу, что нет, не так. Не так. Потому что если бы вы делали искренне, то даже пропустив какие-то молитвы, даже пропустив какие-то грехи на исповедании или еще что-то, Бог по милости своей давал бы вам эту счастье и радость. То есть в этом подходе чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Если мы с вами посмотрим на историю развития, как Дух Святой сошел на апостола, то мы с вами увидим, что если у нас есть таинство Тайной Вечери, где была устанавливана форма причастия в воспоминании Господа нашего Иисуса Христа, где он сказал, пейте это, это кровь моя, ешьте это, на хлеб показывай это тело мое. И таким образом установил способ объединения с ним в крови и в теле. Потому что он взошел все-таки на небо в теле и с кровью, как мы с вами понимаем, и явится вновь опять в человеческом образе. Но в этот ли момент они стали счастливы, в этот ли момент вошел в них Дух Святой? Мы помним, что в Иуду, который не успел крови, только хлеб с солью получил, лукавый вошел в то время, когда он был рядом с чашей, с вином и с хлебом, который нужно было потреблять, не успел он этого сделать. Точно то же самое нам и пишет Иоанн Златоустый в объяснении Святой Литургии, что если у нас нет, я скажу, чего нет чуть попозже, то мы себе в осуждение принимаем святые дары, больше того, в погибель себе принимаем святые дары. И вот представляете, это очередь, где стоят все за одним и тем же лекарством, но один от этого лекарства получит освобождение, избавление и радость, а другой от этого же лекарства получит погибель, в погибель себе причащаетесь, если вы подошли неправильно. Так смотрите, когда же пришла эта радость, когда Дух Святой на апостолов сошел? И мы видим с вами, как они переживают арест Христа, как переживают его истязание, разбежались, грубо говоря, почти все разбежались. Мы видим, что один апостол только старается за этим наблюдать. Но, конечно, все все знали. Мы с вами видим воскресение Христово, как он возвращается к ним, и они с недоумением воспринимают его. Фома не верит. Фома пока пальцы в раны не вложу, не поверю, что он воскрес. Бегут, смотрят на гроб пустой и не понимают, что случилось. Ангелы им объясняют, что, смотри, ищите его среди живых, а не мертвых, а они не понимают. И он приходит к ним и принимает его, и понимает, что это опять с ним. Они находятся. Сорок дней он их учит, объясняет, что такое Царство Небесное, что такое служение Богу. И все, он их воспитывает уже не просто как ходящими за ним, которые должны догадаться, а кто же это такое, показывает им чудеса, чтобы они вдруг уверовали, как Иоанн или как Петр, что да, ты Господь мой, ты Бог мой. Но и через сорок дней ничего не происходит. Он возносится на небо, на глазах у некоторых, и опять ничего не происходит. только на десятый день после того, как он вознёсся на небо, в Пятидесятницу так называемую огни, приходит и Дух Святой вселяется в этих апостолов. Когда? Когда они вместе собрались ради Христа. вместе, они всё уже пережили. Они уже видели и страдания, и страх потерпели тот, который был на них после того, как его арестовали. Они же точно так же думали, что сейчас их арестуют, и так же будут распинать, бить, и всё. Они именно этого боялись. И то, что они ходили за ним сорок дней, ещё обучались, это же тоже всё ещё страх. Вознесение на небо, может быть, в какой-то степени их и уверовали, и успокоились. Теперь больше нет того, за кого мы должны на крест пойти. Но они пошли на крест после Пятидесятницы. Почему? Получает Духа Святого. Они счастье получают, радости весятые, почему они его получили. Потому что вместе собрались. У них любовь Христова. У них братская любовь. Образовалась. Они поняли, что надо вместе собираться. Они поняли, что они любят себя, друг друга. В Христе. В Христе. Это вы должны осознавать. Ведь это первых христианин. То есть это те, кто в данном времени и в данном стране отступил от веры и исповедания общепринятого, предал как бы тех, кто признаёт Бога единого и исповедует иудейство, или там другую форму этого иудейства. Но это новая вера, это новое христианство. И на чём оно основано? Не на крови. То есть не по роду они становятся этими апостолами. Не на деньгах. Никто не покупает из них этого апостольства. Они становятся апостолами христиан и по духу святому, по любви. И поэтому не имеющий любви, он кимвал звенящий, то есть пустое место, не имеющий любви и подходящий к причастию, он пустое место, он в погибель себе принимает это причастие. И причастие его не освящает. Причастие даёт силу сильному, даёт святость святому, а не здоровье больному и, значит, силу на грехи грешному. Святой подходит к чаше. Поэтому подготовка ваша заключается прежде всего в том, что вы должны осознать в себе возможность принять Христа внутрь, осознать в себе чистоту, подойти с этой чистотой к святому, к чаше Христовой, к святым дарам и принять эту святость как святую внутрь себя. Ну, главный показатель святости в человеке – это любовь. Любовь к ближнему, к врагам, к окружающим и всё остальное. Что можно посоветовать? Пришли в храм и кого-то не любите? Не любите тех, кто на хоре поёт? Не любите тех, кто в алтаре служит? Там одних любят, других не любят. Не любите тех, кто у свечек стоит? Так иногда раздражают вот эти у свечек стоящие. Что-то они всё время учат, подсказывают или ещё что-то. Не любите – не ходите к чаше. Не думайте, что любовь появится от того, что вы к ней подошли. Она должна была укрепиться, эта любовь, когда вы причастились. Увеличиться и стать всеобъемлющей уже от имени Бога вы всех окружающих любите. Потому что вы частью, вы причастились Ему, вы стали частью тела Христова. А если нет такой, то и будет уныние. Вы будете годами ходить причащаться, будете думать, что должны что-то измениться в вас от того, что вы одну таблетку приняли, другую таблетку приняли, третью таблетку приняли. Я вас уверяю, там иногда в алтарях священники годами вот эти все чаши потребляют, выходят из алтарей пьяненькие, а не от того, что вы солжицы получили, и не получают никакого Духа Святаго. Они так и остаются в нелюбви, только театр у них в непонимании, кто они и что они, и главное в неприятии любви и в непонимании, что это главное. Это главное. Вот такой мой ответ на то, что же главное, и что же не происходит. Попробуйте ревизию себя сделать и посмотреть. Причем, смотрите, нам Евангелие-то говорит, не тех, кого, кто любит вас, перечисляйте. Попробуйте составить список тех, кого вы не любите. Вы не любите. И это и будет тот черный список, который вас не допускает к счастью. Вот и все. Я уж не знаю, что вы будете делать, но самое простое – это либо, пересмотрев этот список, кого-то просто вычеркнуть и сказать, все, мы забыли. Проехали и забыли. А иногда, знаете, некоторые обиды держатся годами на людей, которых мы и не знаем. Сказал человек какой-то в транспорте тебе грубое слово, а ты пытаешься годами ему ответить тем же, и доходишь до некоторых фантазий, что дать бы ему в лицо, наступить бы ему на ногу или еще что-то. Уж не говоря о близких, которые вдруг мы что-то с ними как-то поссорились и вот таскаем в голове эту нелюбовь. Это нелюбовь, а нелюбовь и создает эту стену, через которую не может пройти никакое причастие, не может пройти ни одна молитва. Ничего не проходит через эту стену, если вот она нелюбовь между вами и кем-то существующей. Поэтому примите, все примите, всех примите, лучше полюбите, и тогда у вас все начнет изменяться. Тогда состояние ваше будет меняться, и с этим состоянием, когда вот вы уже в любви, в радости, вы придете правильно к чаше. Не от чаши, а к чаше надо приходить, что Господи, Ты не оставил меня. Господи, канал-то я какой нашла, нажала кнопку, там какой-то сидит чудной в шапочке оранжевой, но какие он мне слова-то хорошие сказал. Все, теперь всех полюблю и в ближайшее воскресенье правильно причащусь. И правильно сделайте. Если эта мысль вам пришла в голову, то ее Господь послал, это не я вас надоумил. Вот, Святая Евангелие, оно все про это, про это, что полюбите всех окружающих, и тогда я с вами. Вот так, вот такой ответ на этот вопрос. Здоровья вам всем, радости и веселья. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok